Можайское шоссе, поворот на улицу Вокзальная. Здесь же расположен нерегулируемый пешеходный переход и несанкционированная остановка маршруток. Высадка пассажиров происходит прямо на проезжей части. Впрочем, вопросов у жителей района к перевозчикам накопилось много. Останавливаются не в положенном месте маршрутки и водители хамы. А вот с коляской, насколько удобно перемещаться на общественном транспорте? Вообще неудобно. Только без коляски. На днях в Одинцовских социальных сетях было опубликовано видео, на котором водитель 11 маршрутки поворачивает налево из правого ряда. Его не остановило даже присутствие пассажиров в салоне. Глава муниципалитета в ходе еженедельной планерки дал поручение профильным заместителям разобраться с этим конкретным случаем и не допустить новых нарушений. Провести проверку, связаться с перевозчиком, то есть внутреннюю проверку. И безусловно, такие, такого рода нарушения за собой влекут, ну, мое мнение, это только увольнение данного водителя. Никакие наказания, штрафы здесь не сработают. Еженедельная планерка главы прошла в среду, а к утру четверга результаты проверки уже готовы. Водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, был уволен. Впрочем, это наказание, похоже, никого не испугало. Съемочная группа ОТВ работала на перекрестке около 30 минут. За это время в неположенном месте сделали остановку сразу несколько маршруток. У любого водителя вычислить несложно, маршрут несложно вычислить, все нам жители об этом пишут. Здесь у нас должна быть быстрая, я бы сказал, моментальная реакция. В автопарке Одинцовских перевозчиков насчитывается 214 транспортных средств, 181 в малой вместимости, 33 средний и большой. Все они приведены к действующим в регионе стандартам. Первым не более пяти лет, вторые не старше семи. Работа в этом направлении будет продолжена и в этом году. Автобусы должны быть оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения пассажиров, стациональными валидаторами, климат-контролем, доступностью для маломобильных групп граждан и иметь возможность безналичной оплаты проезда. До конца 2019 года перевозчики, работающие в Одинцовском районе из Венигороди, должны привезти все свои транспортные средства к единому областному стандарту. В противном случае работать в регионе они не смогут. Евгения Августина, Денис Харламов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.